Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня тема у нас «Как увеличить память, как увеличить внимательность». На самом деле эти две темы, они очень взаимосвязаны, поэтому, конечно, мы их объединим. Что, о чем я говорю здесь? Когда человек внимательен, это как раз и есть вот эта осознанность. То есть, когда человек осознает, что происходит внутри него и вокруг него. То есть, это не только смотрение с помощью глаз, да, или слышание с помощью ушей, это еще и вот осознание, когда вы присутствуете в настоящем времени. Почему я говорю об этом? Потому что для того, чтобы человеку, ну, скажем так, что-то запомнить, да, ему нужно сначала это воспринять, услышать, да, или посмотреть на это, или как-то почувствовать, да. И потом это может отложиться в памяти. Оно отложится там, если оно будет необходимым. Если нет, оно может выветриться за короткое время, да. То есть, есть краткосрочная память и долгосрочная память. И получается, человек, как он, как бы, ну, бывает, стараешься запомнить, да, изо всех сил, но оно не запоминается. Вот. Обычно люди запоминают с помощью каких-то образов, ярких ощущений или эмоций. То есть, можно даже сложить себе какие-то картинки, да, или целые, ну, скажем так, истории, да. Вот как раз на конкурсе людей, которые запоминают наибольшее количество чисел, да, так и делают, да. То есть, каждый человек, который это делает запоминанием, он рассказывает, говорит, я это сложил в какой-то интересный рассказ для себя, и каждое число для меня что-то отображало. Но все равно очень важно внимательность, да, то есть, когда мы присутствуем, наблюдаем и видим, что происходит. Если у человека что-то отвлекает, да, то есть, у него есть какие-то мысли, которые уводят его из настоящего момента, конечно же, он будет невнимательным. Вы наверняка замечали за собой, что когда, ну, вы во что-то погружены, в какие-то думы, да, что-то произошло, допустим, какой-то неприятный случай, вы еще продолжаете какое-то время об этом вспоминать, думать. И это отвлекает вас. Соответственно, возникает невнимательность, и вы несосредоточены, то есть, вы не можете там эффективно, например, ну, что-то делать, да, если это требует сосредоточения внимания. Да, физические какие-то, механические действия можно делать, но вот такие, которые требуют внимания, они часто бывают, ну, выходят, ну, скажем так, не на тот уровень, то есть, вы не можете легко это делать. Вот, чтобы вернуть внимание в настоящее время, нужно посмотреть, а что отвлекает ваше внимание, вообще, почему оно не здесь, да, то есть, что мешает ему. И этот инцидент найти и проработать. То есть, я уже в прошлых видео рассказывал, как это делается, но могу еще раз кратко рассказать, да, то есть, например, у вас произошел какой-то несчастный случай, 40. Конфликт, да, важно вернуться в этот момент, то есть, не избегать его, не говорить, а, все, ладно, проехали, да, так, как бы, прошло все это, да, и не надо, а наоборот, вернуться и посмотреть, в чем произошла зацепка, то есть, почему вообще этот конфликт произошел, и перепрожить его несколько раз, да, то есть, чтобы вынять оттуда те негативные эмоции, которые там застряли, потому что вот именно они притягивают ваше внимание. То, что я называю негативным зарядом, это как раз вот эта липкая лента, она состоит из того, что вам не хотелось, чтобы там было, что вы не хотите принимать в этом. Например, вам кто-то сказал обидное слово, ах ты там, ну, что-то, какое-то ругательство там, или обидел, да, сказал что-то, что вы не, сделал что-то, что вы не хотели, и вы залипли на этом, да, то есть, ваше внимание залипло. И вот когда вы можете посмотреть на это и уладить, то есть, принятием посмотреть на это, то, конечно, это исчезает. То есть, любой инцидент исчезает тогда, когда вы можете воспринять его как есть, то есть, не отвердаете, не отрицаете, не обесцениваете, а принимаете, вот. И это не просто я принимаю это, да, а это наступает принятие, когда вы перепрожили, осознали, как это произошло и зачем, и все, у вас больше нет необходимости повторять этот негативный опыт. То есть, это еще исцеляет и карму, то есть, потому что, когда вы попадаете в одни и те же неприятные ситуации, это как раз что-то вам показывает, а давайте примем это, давайте посмотрим, почему это происходит. И часто мы не осознаем это сразу, отвергаем, как-то подавляем, но потом Вселенная помогает нам вернуться в эти инциденты. А я же помогаю людям осознанно перепрожить это в процессинге счастья, чтобы Вселенной не было необходимости напоминать об этом уроке. Вы проходите этот урок в ускоренной методике, как с репетитором, да, то есть, я как репетитор выступаю, провожу вас через это, и, соответственно, повышается ваша внимательность, ваша осознанность, улучшается память и коэффициент интеллекта. То есть, это можно даже проверить с помощью теста коэффициента интеллекта, то есть, делать его там до сессии, да, потом провести интенсив, да, и проверить еще раз коэффициент интеллекта. Обычно он повышается на какое-то количество пунктов. Вот, поэтому, друзья, если это видео вам было полезным, поставьте палец вверх, это нравится, колокольчик для напоминания новых видео и подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Конечно, поделитесь видео с друзьями, я уверен, оно тоже будет им интересным. А мы увидимся совсем скоро в следующем видео, это будет завтра. До скорой встречи!